Ну что, всем здарова, пацаны и ребята, с вами я, Пандос FXAVICH, и марафон роликов по FIFA 23 продолжается. Пока что я получаю дикое удовольствие от всей этой движухи, я надеюсь, вы тоже, поэтому жду от вас ваш царский лайк и напоминаю, что первые 100 комментариев я отлайкаю. По названию видеоролика, я думаю, что вы уже поняли, о чем пойдет речь. Сегодня мы будем тестировать сильвер карточки. Пока что я ни разу не играл за серебро в этой части FIFA, как вы знаете, в разных частях она чувствуется по-разному. Условно скажем, в той же 14 FIFA вы могли там даже бронзой разъебать там фул тот состав. В прошлой части FIFA было SoSo. У нас выкатили первую серебряную звезду, Кристи, ну, статки такие. Если бы на ЦПшника его перестроить, было бы красиво. На воротах, друзья, у нас ОКОЯ. Вполне себе, неплохие статки для серебра, 73 рейтинг на АПЗшники. Асай, Самуэль, ПС есть, больше ничего не надо. Пара центральных защитников в ныдах. Вот такой дрыдастый молодой человек. И басай, посмотрите на эти статы, 86 физуха, 83 пейс. Кстати, перестроил я его с ЛЗшника. На ЛЗшнике у нас Айна, такое себе, пейс 83, но в целом альтернативы не было. На ППшники, побитый жизнью, Муса 3-3, но в целом, как бы, поностальжировать можно. Так, два центральных полузащитника, Оби, Нвобуду. Блядь, тяжело мне даются эти фамилии. Но в целом, статки прикольные. Все сбалансированы, 70+, окей, на ЛПшники, а не Куру. Ну и два форварда. Блядь, в пизду, короче, я не буду читать эти фамилии, вы просто сами посмотрите на этих парней. У этого пацана есть 4 на 4 вроде, да. И, собственно, и у ЛПшника есть 4 на 4, поэтому с перестройкой команда будет выглядеть вот так вот. Да, я не стал придумать никаких гениальных гибридов, просто набросал команду из нигерийцев. Никаких последствий, ну, кроме разбитых геймпадов. А я, друзья, вам напоминаю о моих постоянных спонсорах. Это мои легальные хорошие друзья из компании Пари, у которых на сайте вы можете сделать ставочку на абсолютно любой вид спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Сайт работает на высокотехнологичной платформе, а это значит, что никаких проблем у вас не будет. А если для вас удобно будет мобильным приложением воспользоваться, так воспользуйтесь им. Тем более оно самое лучшее спортивное приложение. А если вы пройдете верификацию до конца, то получится отличный бонус. Фрибет в размере 1000 рублей. Ссылка в закрепленном комментарии. Ну и также мой личный сайт PandaCoin врывается в новый сезон с фивкой 23. Если вам нужны монеточки, ссылочка будет в описании. На часах, если что, друзья, у меня 9 часов вечера, я только проснулся, поэтому, возможно, мой внешний вид выглядит не очень, но салямба. Так, смотрим, что здесь у соперника. Бля, вот сложно понять, типа, сыгранная команда, не сыгранная. Вот как, покажите хотя бы сыгранность, блядь. Я не ебут, кто эти пацаны. Блядь, а еще меня бесит, чуваки, что у меня постоянно сбиваются настройки. Я заебался уже просто. Все сбивается. Каждый ебаный раз. Так, ну что, давайте тестить серебряных пацанов. Так, ну соперник тут сразу бежит, крутит, вертит. Не-не-не, такое я возьму. Пока что я все еще продолжаю, опять же, получать удовольствие от FIFA. Хотя сегодня вот я в Division Rivals зашел с утреца, ну перед тем, как лечь спать, отыграл 4 матча, 3 ничьи, одно поражение. Я не знаю, что это было, как будто бы в моменте разучился играть. Вот нахуй ты заходил в этот матч. Ну вот скажи мне, нахуй ты тратишь и мое время, и свое, блядь. Так, смотрим на составчик. Опять какие-то бомжи. А, вот это норвежцы. Охуенный пас. Не отдавал на мусу, очевидно. Епаный, что за пинг-понг только что был, охренеть. Так, пацаны, отобрать не хотите, спасибо. Блядь, это что за рикошеты, я просто в охуенезе. Так, а кое, спасибо, сейф сделал. Так, нужна какая-то вот логичная атака, вот такая вот, допустим. И вот такая вот. О! Найс, серебро бьет, просто с метра промахнулся, хорошо. Ебанись, ну что это за провал? А мой соперник забивает. 70 пейс, блядь, убежал просто от всех нахуй. Кстати, вот в этой части фифа я заметил, что пейс как будто бы вообще не важен, блядь. У меня тот же жиру, блядь, с пейсом 40 обгоняет всех нахуй. Я не знаю, как это работает. Так, хорошо. И здесь можно забить. Спасибо, блядь, я думал, сейчас не забьет. Так, 1-1. Адек Бонру забивает у нас, хорошо. Вот так вот, хорошо. И на нахуй. Найс. Так, на Ахмеда Муса. И Ахмед Муса решает. Блядь, чё залетело? Прям в руки, казалось бы, летело к киперу, но залетает. Ахмед Муса, респект. И соперник ливнет, да? Так, чекаем дальше. Тут, скорее всего, сыгранности нет нихуя. Опа. Ебать, чё залетает? Я просто в ахуе, блядь. Дрыдастый ЦЗшник. С ударами 45 просто вколачивает. Ебать, это чё? Ебать, это чё? Ебать, это чё? Блядь, если бы он ещё и забил. Так, Ахмед Муса. И дальний. Ебать, Муса. Есть ещё порох, блядь. А чё у него под глазом? Так, ну здесь вот так вот делаем. И просто бежим. Давай, Сэм. Хуй знает, кто ты такой. Ну, сейчас я попробую вот так вот, ебать. Блядь, голки первого вообще нет на воротах. 3-0. Очередной разъёб. И соперник, скорее всего, ливнёт. Да. Всего доброго. Так, короче, Муса убедил меня перестроить его на фэрвэйп. Чё-то он ног забивает, поэтому в следующем матче он уже на страйкере начнёт. Так, чекаем состав. Так, немцы есть, англичане есть. Ну, может быть, где-то чё-то сыграно. Бля, ИАшники реально вот гении, блядь. Как я должен понять, как сыгран состав, если я, блядь, даже не знаю до сих пор, как собирать эти составы? Почему бы в иглу где-нибудь не написать сыгранность? В чём ваша, блядь, проблема? Нормально так сейчас проскочил у меня пацан. Какой-то Элиот, блядь, ебанутый бежит. Я не удивлюсь, если у него PS50. Ебать. А летело-то хорошо. Пока что я вообще ни одного галешника не смог забить. Вот этим вот новым мощным ударом. Но я в интернете видел, ходят слухи, что это какая-то нереальная мета. Но обычные лонгшотики залетают. Ебать, у него игроков тут. Посмотрите. Опа. Развернулся и забил. Хорошо. Бля, вратари как-то по-дурацки заваливаются, когда вот в них мяч летит. Типа, с одной стороны, это и прикольно, что ты теперь начал больше забивать. Но с другой стороны, блядь, иногда пригорает, когда у тебя такое иголки переделают. Ох, какой пас прошёл. Я в охуенезе просто не чувствую. 2-0. Снова забивает Адекбон, броу. Блядь, чё я... Вот тебе и серебро, братан. Да, да, вот с метра бывает попадаешь в штангу. Не, ну чувствуется, что соперник играет хорошо. Там разные фишечки знает. Но состав у него какой-то разобранный. Я понял всё-таки. Поэтому пока что я его вообще не чувствую. О, блядь, что это за анимация? Боже мой. Ой, друзья. Ну давайте мощный удар попробуем. На. Блядь, а чё в руки всё летит? Ебать, Ахмед Муса, чё щас сделал? Это Лионель Месси в моменте. Вы это видели? Охренеть. Чё за дриблинг у пацана? Бля, я хочу это пересмотреть. Вот посмотрите. На нахуй повалил. На нахуй. Просто красавец. Так. Снова у нас, видимо, разобранный состав. Хотя вроде как есть и англичане, и немцы. Блядь. Вот реально, теперь вот сиди каждый раз, ломай себе голову. Сыгран состав, не сыгран. Хуй поймёшь, блядь. Так, слушайте, мои нигерицы пока что уверенно играют. Хотя вот сейчас вот как только я сказал, началась какая-то хуйта в защите, блядь. Это классика жанра. Ты не успел похвалить, и чувак сразу же обосрался. Так, подача. Я пока ни одного гола с углового не забил. Вот сейчас мог быть мой первый гол. Не могу сказать, пока что нравится мне новая система. Угловых или нет? Блядь, чё происходит? Блядь, нахуй ты честь себя бьёшь? Просто вот так вот сделаю. Всё, беги давай, братан. Давай-давай, Сэм. Хуй знает, кто ты такой. Но мы сделаем вот так вот. Крутим-вертим. Ага. Первого накрутили. Второго закрутили. Их, Ахмед Муса, блядь. Какой я гений. Киберспорт. Мастер тактики. Да вы заебали ли, Вадь, блядь. Нахуй вы заходите в этот режим, блядь. Так, ну и чё, друзья? По итогу забираем себе эту серебряную карточку. Ну, опять же, статки такие посредственные. Хотя, в теории, его можно заиграть на ЦПшнике. Ну, это там перестраивать, думать нужно. А думать, как вы знаете, я не очень люблю. Ну, и давайте по-быстрому, чисто одним матчем, затестим этого пацана. Я как понимаю, теперь, если у игрока сыгранность 0, где бы он ни стоял, у него статы вообще не ухудшаются. То есть, если я это всё правильно понимаю. То есть, у него не минусуются статы, как в прошлой части FIFA. Поэтому, типа, если даже его на ЦЗ поставишь, у него статы не ухудшаются. Если я чё-то не понимаю, то поясните. Но мне кажется, вот как-то так работает в этой части FIFA. Просто, когда у него сыгранность 0, на него не действует стиль сыгранности. И то есть, по сути, у него те же статы, какие указаны и на карточке. Так, ну он пиздец неповоротливый. Это я уже чувствую. Давайте сразу лонгшот ебанём. Чё, блядь? Чего? Первый удар. Просто на пятой минуте с 3000 километров. Я вам напоминаю, у чувака сыгранность 0. Чё у него по лонгшотам? 76. А, хотя у него есть два трейта. Прицельный удар и дальний удар. Так, мне надо ещё сыграть один матч, чтобы понять, была ли это случайность или нет. Склад, как всегда, разъёбистый. Эланга есть на ППшнике. Это единственное, кого я здесь знаю. Эти легендарные анимации от серебряных игроков, пацаны. Просто пушка. Так, я вот ещё пытаюсь позицию подобрать, из которой я тогда стрельнул. Пока не получается. Вот сейчас вот может получится. Бля, летело хорошо. Не, соперники, я не буду никуда выходить. Ты даже не думай, блядь. Да, блядь, да хватит спотыкаться. Они падают, бля, каждую секунду. Пушка страшная. Блядь. Не, лонгшоты у него бодрые. Ой, как хорошо я всё сделал. Боже, я какой мастер этой игры. Просто пиздец. Разъебал и не почувствовал. Ебать. Что творят эти нигерицы, пацаны? Просто шедевральный футбол. Ну-ка. Ебать, блядь. Не, лонгшоты прям хорошие, но... Пока что забить не могу. Бля, какая потная хуня, пацаны. 63-я минута. Ни у соперника, ни у меня нихуя не получается. Мы просто, блядь, возимся где-то в центре поля и всё. А нахуй, блядь. Просто до пустых уже раскатал. Всё, заканчивается этот скучнейший матч. Соперник был хорош. ГГ. Ну чё, подведём итоги. Играть серебряным составом определённо точно тяжелее, чем золотым. Но при этом есть какой-то свой особый фан. Когда особенно Муса там умудряется делать какие-то движения в стиле Лео Месси, ты прям такой думаешь, а я неплох, блядь, с своим дриблингом. 74. 5 плюс 2. За 7 матчей у Мусы. Респект. Этот парниша 3 асиста отдал. И Адег Бенро. 7 матчей, 4 гола, 3 асиста. Ну и, собственно, ебанутый гол, как вишенка на торте от Кристи. Ну, в любом случае, я, как и в прошлом году, наверное, буду выбивать серебряные карточки. Вдруг в этом году снова у нас будет звёздная битва, которая, надеюсь, на этот раз закончится. Поэтому, вот, пишите в комментариях, если вы играли за серебро, как вам. Но, опять же, повторюсь, типа, это тяжелее, но, типа, веселее. Фаново, как бы, играть вот за такие карточки. Где вы ещё такой склад увидите? Фул серебряный нигерийский склад, где пацаны даже что-то и показывают на поле. А с вами был, собственно, я, Бондус Фиксач. Если вам понравился этот видос, ставьте лукасы, оставляйте комментарии. И всем хорошего настроения. Чао, какао.